Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Старый телохранитель Телохранитель в отставке живет в одиночестве, в маленьком городке, находящемся где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Долгие годы он винить себя в исчезновении своей внучки. Однажды мужчине вставят диагноз – деменция, и вскоре после этого он знакомится с девочкой-цветочницей, с которой у него завязывается дружба. Но у юной леди есть одна проблема – ее отец пристрастился к азартным играм и перешел дорогу бандитам. События принимают серьезный оборот – девочку похищают. И старый, но все еще сильный духом, и пока что не растерявший навыков телохранитель, сделает все, чтобы спасти ее. Меч дракона Действие фильма разворачивается в Древнем Китае во время направления династии Хань. Римский полководец Луцея с легионом своих солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны западного региона Хуань в результате действий своих врагов становится рабом, и этим двум воинам было суждено встретиться в западной пустыне, где развернется эпическое сражение. Однако биться они будут не друг против друга, как можно было бы подумать, а против алчного императора Тиберия за суверенитет Китая. Крадущий тигр, затыившийся дракон, меч судьбы История об утраченной любви, юной любви, легендарном мече и единственном шансе на спасение. Исрол монах Сгор Монах-сирота Хе-Анься покидает монастырь и отправляется на поиски пути домой. Творя добро и встречая разных людей, он совершенствует свое кунг-фу. Кундо. Эпоха угрозы 1859 год. Корея, управляемая феодальной династией Часон, страдает от многочисленных стихийных бедствий, неурожая, нищеты, голода и смерти. Но господ интересует лишь их собственное благосостояние, и они продолжают эксплуатировать и преследовать бедных. В этот мрачный период кундо был единственной надеждой бедняков, той силой, которая могла устрашить жестокосердечных дворян. Доль Мучи родился в нищей семье мясника. Чо Юн в семье богача. Двое мужчин заключили сделку, в результате которой погибли мать и сестра Доль Мучи. Одержимый местью, он становится членом команды Чо Юна и обнажает свой меч для защиты бедняков. Рукопочный бой. Раздраженный подросток, посланный на общественную работу в школу карате, входит в турнир ММА, чтобы встретиться с человеком, который убил его родителей. Битва война. Где-то на окраине Таиланда, в джунглях, знаменитого археолога, нашедшего бесценный артефакт «Золотой камень», берут в плен солдаты, правящего в этих краях генерала. Правда, археолог успевает спрятать камень, и даже под пытками не сообщает его местонахождение. Проходит год. Дочь археолога случайно узнает, где находится ее отец, и снаряжает небольшую экспедицию для его освобождения. Горстка наемников не только должна противостоять превосходящей силе противника, но еще и пробраться через джунгли, кишащие местными дикарями и зомби. Ипман. Ипман – признанный мастер кунг-фу, живущий в Фошане, в городе, славном своими школами в боевых искусствах. Ипман практикует винчун, и хотя является сильнейшим бойцом города, своей школы у него нет, и он не берет учеников. Дома он проводит лишь легкие спарринги с приятелями, чтобы указать на ошибки друг друга. Проходят годы, Китай захватывают воинственные японцы, и Ипман оказывается одним из немногих, кто даже в жесточайших условиях оккупации не забывает о чести, достоинстве и, конечно же, мудрости, которую несет в себе кунг-фу. Никогда не сдавайся. Джейк Тайлер вместе со всей своей семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать стремление младшего брата добиться успеха в профессиональной теннисной карьере. Джейк, который в родном городе был звездой футбольной команды, на новом месте превращается в изгоя. Пытаясь как-то адаптироваться в новом обществе, Джейк принимает приглашение очаровательной одноклассницы Байи на вечеринку. Там он, вопреки своим желаниям, ввязывается в драку с местным задирой Райаном, в результате которой оказывается побитым и униженным. После боя один из одноклассников Джейка рассказывает ему о спорте, в котором смешались многочисленные виды боевых искусств, известные человечеству. И позже знакомит его с тренером, Жаном Рокуа. Рокуа становится наставником Джейка, но при одном условии – никогда не использовать силу в своих личных целях. Китайский квартал Чолон. Отсидевший 10 лет в тюрьме Лам вспоминает о своем детстве и юности. Лам вырос со своим старшим братом Хунгом в самом криминальном районе Хошимина, в китайском квартале Чолоне. Их отец рано умер, и так братья стали буйдоями, безотцовщиной, отверженными беспризорниками большого южного вьетнамского города Порта. Старший брат Хунг стал главарем уличной банды, всего Чолона. Его так и стали называть Хунг-Тьолон. Хунг учил Лама не оставаться в драках, но Лам в детстве был хилым, слабым и безвольным. Когда Лам подрос и стал молодым парнем, он ушел от брата из Чолона. Но криминальный мир не отпускает буйдоев так просто. Однажды Лам за его знакомство с девушкой Хеонг, а Хеонг оказалась подругой Тая, влиятельного главаря другой большой банды Хошимина, распространявшей наркотики по всему городу. Ламу с Хеонг ничего не оставалось сделать, как спасаться бегством на территорию Чолона, под защиту своего брата Хунго Чолона. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!